В сегодняшнем мастер-классе мы покажем, как своими руками сделать из стеклянной бутылки из-под вина красивую вазу. Мы предварительно выкрасили бутылку в белый цвет краской спреем, чтобы темное стекло не проступало сквозь ткань. Понадобится небольшой отрезок вязаного полотна. В нашем случае это старый свитер с красивым узором. Также заранее подготовьте нитки, иглу, ножницы и термоклеевой пистолет. Используйте подставку, чтобы защитить рабочую поверхность от клея. Обворачиваем бутылку тканью, изнаночной стороной наружу. Натягиваем достаточно плотно, но с учетом того, что чехол придется снимать, чтобы вывернуть на лицо. Обрежем немного края ткани, чтобы удобнее было работать. Есть простой и быстрый способ сделать максимально точную выкройку чехла для бутылки. Этот метод используют портные для подгонки одежды по фигуре. Снова натянем ткань и закрепим прищепками. Манжет рукава удачно совпал с горлышком бутылки. Просто загибаем края вовнутрь. Сшивать будем вдоль получившегося иракеза. Отматываем нить. Использовать можно любую крепкую нить. Начинаем сшивать. Несколькими стежками делаем закрепку. Работаем стежком назад иглу. Он максимально приближен к машинной строчке. Для надежности пройдемся стежками вдоль шва в обратном направлении. Снимаем прищепки. Срезаем ткань, оставляя сантиметр у шва. Снимаем чехол и выворачиваем на лицевую сторону. Снова надеваем на бутылку. Как видите, чехол идеально повторяет форму бутылки. Обработаем донышко. Подгибаем и фиксируем края при помощи термоклеевого пистолета. Подгибаем выступающие края в горлышко. Мы смочили бутылку под проточной водой и слегка отжали. Так акриловая краска лучше впитается в волокна ткани. Набираем краску на кисть и втираем ее в ткань. Нам нужно, чтобы краска полностью пропитала ткань. Заполняем по возможности все промежутки между петлями. Даем первому слою краски высохнуть. Можно подсушить ткань при помощи фена. И нанесем еще один слой, на этот раз густой, неразбавленной краской, чтобы добиться эффекта керамики. Готово! Такая бутылка может послужить вазой не только для сухоцветов, но и для живых цветов. Также она может быть самостоятельным предметом декора, подсвечником или основой для светильника. Мы ждем ваших комментариев. Больше бюджетных и стильных идей по декору интерьера вы найдете, подписавшись на наш канал.